К этим людям можно прийти со своей бедой, и они помогут восстановить справедливость и добиться правды. 12 января российская прокуратура отметила профессиональный праздник и 295-летнюю годовщину. Торжественное мероприятие с подведением итогов работы окружного ведомства в 2016 году состоялось накануне в здании городской администрации. О тех, для кого не бывает чужих проблем, расскажет Любовь Пермякова. В этот день принимали поздравления те, от кого порой зависит чья-то человеческая судьба. Сегодня в России трудится более 50 тысяч прокурорских работников. И если вспомнить прокуратуру Нейско-Автономного округа, то когда-то здесь тоже работало 12 человек, сейчас 42 прокурорских работника. Это говорит о расширении тех полномочий и усложнении задач, которые ставятся перед прокуратурой, президентом страны, генеральным прокурором. Я хотел бы сказать, что остается высоким уровень доверия к прокуратуре, и у нас отмечается с каждым годом больше обращений граждан. Только в 2016 году в прокуратуру Нейницкого округа поступило 1469 обращений. Они связаны с невыплатой заработной платы и социальных выплат, защитой прав предпринимателей, жилищно-коммунального хозяйства, нарушений прав работников, возмещение ущерба государству и другие. Благодаря четкой работе прокуратуры и взаимодействию с органами власти была погашена задолженность по заработной плате в 350 миллионов рублей перед шестью тысячами работниками, восстановлены права инвалидов и пенсионеров, усилена работа по охране окружающей среды и природопользования. Удалось стабилизировать и криминогенную ситуацию. По итогам года уровень преступности в регионе снизился на 10%. Такие высокие показатели – это результат каждого работника ведомства. И начинающего, и с опытом. Ведь здесь нужно иметь не только знания в правовом поле, но и отличаться сильным характером, мужеством и выдержкой. А еще важно хранить и передавать традиции прокурорской семьи. Именно поэтому в надзорном органе создана ветеранская организация, руководит которой Андрей Мухин. Мы занимаемся связями между молодыми сотрудниками прокуратуры и нашими гражданами, доводим до действующих прокуроров ситуацию, которая является жизнью. В 1991 году я сюда приехал по распределению, тогда еще был Советский Союз, и вот дослужился до должности первого заместителя прокурора округа. Я с него вышел в отставку и сейчас здесь продолжаю работать, правда, в муниципальных органах власти. Я действительно, наверное, счастливый человек, и этого счастья желаю всем, своим молодым коллегам. Счастливый человек тогда, когда он с удовольствием идет на работу, а с работы с удовольствием идет домой. Вот, это и счастье человека, да. Такого семейного профессионального счастья, здоровья, дальнейших успехов работникам прокуратуры пожелали все гости праздника. Самые лучшие работники ведомства, кроме поздравлений за безупречную службу и в связи с празднованием 295-й годовщины российской прокуратуры получили нагрудные знаки. Почетные грамоты и подарки. Кроме того, были досрочно присвоены звания.